В Казахстане, к сожалению, нередки случаи, когда из-за разлада в семье жены оказываются в психиатрических клиниках. С нами на связи основатель движения «Не молчи» Дина Смаилова. Дина, добрый вечер. Добрый вечер. Дина, а почему к таким схемам прибегают мужья и свекрови? У нас разве так легко поместить человека в специализированную лечебницу? Ну, в принципе, конечно, это нелегко. Но из-за того, что у нас большинство наших сограждан пользуются такими услугами, как связи близких родственников или связь влиятельных людей, то, конечно, можно любую такую ситуацию таким образом подать. Обычно таким вещам прибегают люди, которые полномоченные, имеют какой-то статус, служащие прокуратуры, судов, полиции. Вот у них такие возможности и есть. А трудно ли потом женщинам доказать свою адекватность и не потерять детей? Очень сложно. Если женщина не имеет возможности себя защитить, это практически невозможно. Женщина попадает в полную зависимость супругу, особенно когда происходит шантаж с детьми или имуществом. Это очень всегда сложно. В Можилисе парламента рассматривается законопроект о противодействии семейно-бутовому насилию. Этот документ поможет защитить женщин в таких ситуациях? В какой-то степени поможет, конечно, потому что есть меры, которые ужесточают, например, такие преступления. Например, защитное предписание сейчас выписывать будут и на 10 дней изолировать этого агрессора от семьи. Это очень хорошая мера. Но мы сейчас столкнулись с серьезным сопротивлением в законопроекте. Мы не можем допроситься депутатов о том, чтобы, например, криминализовали побои. У нас есть такая большая проблема в том, что побои причисляют к легкому вреду здоровью. А легкий вред здоровью – это может быть и сотрясение мозга, и поломанная рука, и ножевые ранения. И все это как легкий вред здоровья квалифицируют, и потом на два дня могут наказать этого преступника и отпустить на свободу. А женщина будет залечивать раны по полгода. Поэтому мы считаем, что это несторазмерное наказание. Здесь нужно именно за побои вносить криминализацию. Спасибо вам. Общественный деятель Дина Смаилова рассказала о ситуации с бытовым насилием. Продолжение следует...